Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о положении амшенцев в Абхазии. Это довольно важный вопрос и, на мой взгляд, вопрос, который не требует отлагательств. Для того, чтобы нас понял каждый человек, решивший просмотреть это видео, в том числе и потому, что, говоря о положении амшенцев в Абхазии, я буду затрагивать и вопрос положения русских в Абхазии. Я счел необходимым обрисовать общую обстановку, которая сейчас сложилась в этой республике. Итак, следует отметить один факт, который является очень важным в республике, что, получив гражданство Российской Федерации, то есть практически все жители республики Абхазии являются гражданами России, они при этом считают жителей России россиян иностранцами на своей территории. То есть получилось вот такое немножко двоякое положение. То есть абхазцы в России получаются натурализованные россияне с российскими паспортами, но россияне в Абхазии, они считаются иностранцами, они вынуждены платить страховку, которую оформляет каждый иностранец, пересекая границу республики Абхазия. И также они не имеют права покупать недвижимость в республике Абхазия, что также абхазскими законами запрещено делать иностранцам. Итак, вот это первый очень важный момент, который необходимо понять любому, кто интересуется этим вопросом. И второй важный момент, что в этой республике создано государство исключительно по этническому принципу, то есть не по-национальному, как это делается во многих странах, где большинство, оно постепенно объединяет, натурализует, аккумулирует вокруг себя все остальные племена, этносы, народы и приезжих, и автохтонных жителей. То этнический принцип создания государства, он базируется на том, что маленький этнос захватывает все властные полномочия в стране, и при этом препятствует лицам, принадлежащим к другому этносу, к другим этническим группам, натурализоваться. То есть занимать какие-либо должности, быть настоящими патриотами республики и так далее. То есть вот этот вот момент необходимо четко понять. Этнический принцип государства не основанный на какой-либо религиозной парадигме, так как религия занимает не то, что не первое, а даже, наверное, не пятое, не десятое место в жизни абхазов. Они поэтому построили вот государство исключительно по этническому принципу. В том числе и в конституции республики они сделали запись, что президентом республики может быть только этнический абхаз. То есть по сути это фашистский лозунг, по сути это фашистская статья Конституции, но вот она действует на территории вот этой вот так называемой независимой республики, которую мы признали, но я считаю, что это ошибка. То, что мы ее признали, это была огромная ошибка. Мы фактически потворствуем такому мягкому абхазскому этническому фашизму, который в первую очередь направлен против русских и амшенцев. Теперь я перейду ко второй части, уже непосредственно буду описывать те проблемы, с которыми сталкиваются амшенцы и русские, проживая на территории Абхазии. Что можно сказать о самих амшенцах? То есть люди, которые, опять же, не имеют прямого доступа в республику и никогда в ней не проживали, и мало разбираются в этнических особенностях. Я объясню, что амшенцы это этническая группа, которая исторически проживала на территории Амшена, то есть это турецкая область. По происхождению эта этническая группа принадлежит к армянской нации, но при этом очень сильно от нее отличается. То есть язык и культура у них свои, немножко перемешанные с турецкой, немножко перемешанные с грузинской и русской. В общем, вот такая вот этническая группа амшенцы, которая уже, ну, наверное, 6 или 7 поколений, то есть с конца 19-го, начала 20-го века, проживает вот на территории нынешней Абхазии. То есть уже человек в 6-м, 7-м поколении проживает на этой территории, и до сих пор он считается, как бы, человеком второго сорта, по сути, будем говорить. Но вот при вот таком вот мягком этническом фашизме, который создали лидеры Абхазской революции, он, в общем, так сказать, процветает. Вот этот вот мягкий этнический фашизм, в том числе и распространяется на тех жителей, которые уже в 6-м, 7-м поколениях там проживают. То же самое касается русских жителей Абхазии, большинство из которых переехали в республику именно в конце 19-го, в начале 20-го веков, когда уже русский царь твердыми ногами стоял на этой земле, когда он вытеснил отсюда турок и, скажем так, установил прямое петербургское правление на этой территории. Был образован Сухумский округ в составе кутаистской губернии. И царь приветствовал расселение на этих территориях русских, армян, амшенцев, греков, грузин и остальные народы, которые, как христианские народы, были лояльны Российской империи и Российскому царю. Итак, положение амшенцев и русских в республике Абхазия оно до сих пор, даже уже после 20 лет так называемой независимости этой республики, оно на самом деле вызывает большие споры и большие сомнения по поводу того, что эта республика действительно является свободной для всех граждан, для всех жителей этого региона. На самом деле политика мягкого этнического фашизма проявляется в том, что практически все властные полномочия расположены в руках у абхазцев. Практически все должности, практически весь доходный бизнес, который приносит хоть какие-то деньги, в основном связаны с туризмом, в основном связаны с гостиничным и ресторанным бизнесом, с недвижимостью, то сосредоточим полностью в руках у абхазов и представителям других этнических групп туда вмешиваться не дают. Ярким примером является обстоятельство по поводу избиения русского бизнесмена Варова в республике Абхазия, который, скажем так, решил играть по правилам закона, по правилам государства, но вот оказалось, что при этом бандитском этническом фашизме по правилам закона и по правилам государства играть не получается. То есть, либо ты, так сказать, даешь мзду требователям, либо вот с тобой могут произойти вот такие казусы, что бутылка от шампанского разобьется от твою голову, совершенно случайно, конечно. Что необходимо делать и амшенцам, и русским? Я уверен, уверен практически на 100%, что единственным выходом, единственной возможностью для амшенцев и русских является покинуть эту республику, потому что если в течение 20 лет власти не смогли привести в порядок законодательство, привести в порядок те бандитские структуры, которые до сих пор действуют на территории республики, то есть если власти даже не привлекли к ответственности тех мразей, которые сбили крупнейшего русского инвестора в республике, то есть прокуратура даже не подумала на них завести дело. То есть если вы являетесь гражданами второго сорта, если у вас нет никаких прав, если у вас нет никаких возможностей добиться чего-либо в этой стране, то тогда спрашивается, есть ли смысл оставаться в этой стране. Вот я убежден и уверен в том, что такого смысла нет. И тем людям, которые всегда сомневаются, которые, знаете, таким, обладают какой-то привязанностью к местничеству, да, вот я вот здесь родился, вот здесь буду жить, я хочу сказать, что как бы долго не длилась история, как бы долго не длилась борьба амшенцев и русских за равные права с Абхазами, я не говорю о том, что должно быть преимущество, но просто за равными правами с Абхазами, я убежден на 100%, что этого никогда не будет, что вы все равно будете оставаться гражданами второго сорта. И поэтому необходимо выезжать на постоянное место жительства за пределы республики. Недвижимость можно реализовывать так называемым абхазским махаджирам, которые возвращаются с разных регионов. Это этнические Абхазы, которые проживают в Турции, в Сирии, в Ираке, в других регионах. Необходимо им реализовывать недвижимость, необходимо реализовывать недвижимость местным Абхазам и покидать эту республику. Тогда мы сможем давить на российское правительство, чтобы оно, скажем так, обращало внимание на вот эти вот моменты, связанные с режимом этнического фашизма, установленным в этой республике, и оказывало наибольшее давление на правительство, в том числе и на полное закрытие границы, установки санитарного кордона, с тем, чтобы абхазы наконец поняли, что для такой маленькой республики, полностью зависящей от России, установление вот такого режима этнического фашизма, при котором они ущемляют, давят и преследуют омшенцев и русских, оно может обернуться для них не просто экономическими санкциями, а может обернуться для них потерей государства. И это надо четко понять и ясно дать им это понять. На сегодня, наверное, пока все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы!